Возвращаемся на матч E-Home против Invictus Gaming. Да-да, именно E-Home у нас сегодня играют с IG. Пытаются, кстати говоря, админы выяснить, почему так расписание у нас скачет постоянно. Ну и надеемся, что, конечно, оно каким-то образом перестанет это делать. Хотя пока что было у нас только два вот таких вот перенесенных матча. Но, тем не менее, не очень это приятно. Ну и сегодня второй игрой должны быть Сидек против FHGT. Вроде как этот матч отменяться не должен. И E-Home в очередной раз забирают Леона Джаггернаута ферст пика. Им понравилась, видимо, прошлая игра. Их вполне устроило то, что они увидели. Ну а Invictus Gaming сразу же себе забирают Чена и Шторма. Действительно, мне вот, ты несколько раз проводил в пример Na'Vi, которые там, ну или Пупея просто, которая брала Enigma. Но вот что-то в этом стиле есть в старом. То есть есть Лесник всегда, линии выставлены очень ровно. И просто команда идет, и вроде бы ничего особого не делает, кажется. То есть нету какого-то зависимости пика от каких-то действий очень таких вот тяжелых. Не обязательно, чтобы нужно было кого-то загангать или где-то что-то обязательно сделать важное. Нет, в принципе, просто стоишь дефолт на линии, и в итоге у тебя получается большой перевес. Если делаешь где-то фраги, то перевес становится просто громадный. Ну, во всяком случае, так вот смотрелась прошлая игра. Я не помню особо вот каких-то активных действий, за исключением одного там ганга в начале на Разора. Все, просто стояли, фармили, и было нормально. Добро пожаловать в профессиональную доту. Это то, что делают, в принципе, все сильные команды, которые понимают, когда они сильнее, когда они слабее, которые чувствуют, что в один момент их нетворс растет вверх, а у команды растет вниз, и они не двинутся, а не двинутся они по той простой причине, потому что... А зачем двигаться, если ты выигрываешь? Зачем? Таешься, дальше наращиваешь свое преимущество, потом идешь там, и даже несмотря на то, что 10 килов за 30 минут, ты все равно убиваешь. Ну, на самом деле, смотрится довольно-таки интересно за такой дотой наблюдать, и очень логично. Хотя, с другой стороны, ну, чтобы вот E-Home в прошлой игре, что вообще им было делать после того, как они так задрафтили? У них действительно оказались очень жадные герои, и вначале они по фарму вроде сильные не проседали, но тяжело слишком было потом. Ну, аппарат с Леоном могли вместо того, чтобы там бегать за брудой первые 10 минут игры, они могли выйти к СФу в мид, постараться его загангать разор. То есть, вот им как раз-таки активно гангать нужно было? Ну, им и надо было активно гангать, а вот что это такое? У тебя, у противника Венга, пришла загангала мид. А они двое стоят такие, хорошие, классные, с джиггернаутом, который никак им не поможет забрать Брудмазер. Единственное, что джиггернаут помогал, это убивать пауков. И параллельно этому, параллельно этому, у тебя еще Энигму фармит плюс. А они дальше стоят и смотрят. То есть, это фон, по-моему, какой-то. Ну, на самом деле, довольно-таки органично смотрелось. Ну, они неплохо Бруду эту действительно загнобили в начале, но Бруда-то свое взяла. И даже несмотря на то, что ее разок убили, ее задача по игре... Ну, ей довольно-таки просто было играть из-за того, что все линии постоянно давились. И не было действительно героев, которые ее вот так вот совсем жестко контрят. Ну, и IG забирают у нас Чена Рубика, в то время как Е-Хоум забирают себе Феникса, Снайпера, Джиггернаута и Леона. Ну, вот он, Снайпер, решили юзануть имбу. Джиггернаут, видимо, пойдет опять на легкую линию. Ну, и Феникс, скорее всего, хардлейновый Феникс, хотя... Черт его знает. От Invictus Gaming мы видели саппорт Феникса, но больше ни от одной команды я саппорт Феникса не видел в Китае пока что. Может быть, хотя что-то ушло из моих глаз, из моего поля наблюдения. Четвертый пик... Ну, пока Invictus Gaming вообще мне все нравится у них. Довольно-таки стабильная комбинация. А они ответили на Джиггернаута с Леоном сразу. Замесом 5 на 5, где Штан Спирид, скорее всего, будет исполнять роль инициатора. И просто продолжают себя постепенно усилять. Учитывая то, что у Юхом опять все довольно-таки ватное. Тонкий Леон и Снайпер, и Джаггер, которого можно поднять и разорвать. Хотя под крипами Чена на него будет просто насрать. В Invictus Gaming – Братрум. Братрум, который, по-моему, вообще один из лучших героев для команды, чтобы убивать снайперов. Он стоит далеко, там, в 900 с лишним атаке. А тут бежит на тебя Братрум и вся его команда. Добро пожаловать, будем забирать. Ну и Юхом банит Кэрри, который сейчас может пойти на легкую линию в исполнении IG. Хотя пока что уже есть определенные угрозы. Это Шторм от Феррари. Мы видели, как Шторм от Феррари вчера у нас уничтожал. Его пока что контрит только один Леон. То есть, есть один Хекс и Станчик. Все, больше этого Шторма ничего не контрит. И в такой ситуации Феррари обычно показывает себя хорошо. Избираю Трента. Ну, в общем-то, позиция Юхом понятна. У нас есть Трент-Феникс комбинация, у нас есть Снайпер, есть неплохой саппорт в виде Леона. Пик смотрится неплохо, но... Гораздо агрессивнее всего Инвиктус Гейминг. И опять они получат в начале преимущество, скорее всего. Ну, сейчас посмотрим, что заберут последним героем против всего этого. Тролль, естественно, в бане. Он бы заходил, мне кажется, сюда просто шикарно. Но не в этот раз. Банта, в общем-то, правильный морфак. Что-то надо мобильное банить. Потому что контроля мало. Ну, забирают Сларка. В итоге получается, что на самом деле Сларк здесь нормально заходит. Он кантри Джаггера, он неплохо и с яйцом Феникса справляется, и от Трента он убегает. И... И в принципе, очень хорош. Да, очень хорошо все сделали IG со своим драфтом. Да, пока можно считать, что у Юхом все очень наглое. И для того, чтобы их пик реализовывался, им, во-первых, нужны шестые лвла. Без них они вообще ничего не делают на карте. И, во-вторых, вот этот вот Трент Протектор, который вроде бы должен был зажигать, он будет кантрить с Сларком через Дар Пакт. Поэтому тяжело будет своих людей спасать. Ну и плюс ко всему, я сочувствую Леону заранее, потому что единственный контроль. Тут и Баратрум, и Шторм Спирид, и Сларк. То есть ему нужно законтролить троих, и по-любому они будут его убивать. И потом можно развлекаться. Сторма тебе не поймать. Вот опять, знаешь, Шторм. И опять один стан. Леон. Который саппорт. Сколько можно игнорировать, вот, ну, с ей факт. Чувствую, Феррари будет раздавать. Да, для Феррари здесь намечается отличная игра. Зиф на Джаггернауте, Роти Кей на Фениксе, Инфлейм на Снайпере, Ланэм Леон и ДДС Трент Протектор. Ау, Айджи, Чоан на Чене, Фейт, Рубик, Феррари, Шторм Спирид, Бернинг на Сларке и Хи на Спирид Брейкере. Да, вообще шикарно смотрится игра для Сларка и Шторма здесь. Особенно для Шторма, Сларку все-таки, ну, тоже с хорошими артами он будет себя чувствовать нормально. Заходят в лес, нужно идти действительно в лесу что-то делать. Спирид Брейкер у нас в другом конце карты вообще. Сейчас он увидит всех, да, он видит двоих, понимает, что можно спокойно заходить. Ставит аккуратненький вард, банит этот спаун. Ну и смотрим на Айджи. Айджи просто палят, куда поставят варды их соперник. Просто стоят и смотрят. Первый вард воткнули. Но вард этот, по-моему, не банит спаун. По-моему, нет. По-моему, это просто для того, чтобы видеть. Хотя он довольно-таки крутой. Так, Чен взял себе уже Холли Персуэйшн. Понял, что соперника здесь в лоте. Всего один вард воткнули. Да, если Чен его найдет, это будет, конечно, провал. Ну и Хоума. Пошел разгон от Спирит Брейкера. Они собираются драться. Прыжок в итоге на Феникса. Феникс качает Флейминг Спирит. Спирит Брейкер пробегает, втукается в снайпера. У Ланема, у Фейта проблемы. Фейта забирают на Ферст Блат. В итоге инфлейм. Шрапнель работает отлично. Ну и что у нас здесь? В итоге получается один в ноль. Учитывая, что сами Айджи атаковали, каким-то образом они эту драку проиграли. Хотя были в большинстве. Великолепный выход. Да, и Спирит Брейкер что-то пробежал. Никого толком не забашил. И Рубик наполучал. Но на самом деле не сильно порешал. Потому что здесь гораздо важнее, что сейчас будут демонстрировать нам. Так, Чен ищет. Что он делает? Ходит, ходит. Интересная заруба. Бернинг против Тринта. И Тринт неожиданно, имея 87 армора, в этом замесе побеждает. В 87 атаке, да, это жестко на самом деле. Все-таки банят этот вард спаун. Вот здесь на окраюшек именно поставлен. Причем, что удивительно, Чуан даже не попробовал его разблочить. Это действительно странно. Что он делает? Слушай, у меня такое ощущение, что я в какой-то этой битой... Знаешь, как бывает это? В Варкрафте было. Я думаю, что в первой дотке тоже было. Когда репка бьется, какие-то неадекватные действия игроки делают. Ха, вот он, нашел вард. Все. Ну, что-то он как-то долго здесь танцевал. Интересно, не банит ли этот вард большой спаун. Ну, и сделал себе стак потихоньку. Хотя пока что вообще ничего не фармит. Фейт у нас отводит. Ну, и вот эта стандартная дабла, которую мы уже видим не в первый раз, ставят к Фениксу одного героя. Ну, и вообще так, к Хардлайнеру ставят какого-нибудь прочного героя. В данном случае это Тринт Протектор. С его огромной атакой с руки, с его Ливенгармором, Лич Сиддом защищает он довольно-таки неплохо. Такая фишечка. И желательно, чтобы герой, который стоял вместе с ним, мог бы танковывать. Тогда у Феникса будет время для того, чтобы на всех закинуть Фаер Спирит. Роти Кей не смог улететь. Выходит Чен, есть Клап Урсы. Дается Клап, Клапом промахнулся. И в итоге Роти Кей уходит. Попал бы Клапом, это был бы минус. Накидал Фаер Спиритов в итоге. Ну, и спокойно живет. А Тринт тем временем ушел за руной очень не кстати. Здесь могли действительно забрать. Но чуть не так сыграли. А тем временем Феррари у нас падает. И в этот момент Феррари понимает, что ты можешь быть хоть очень крутым Шторм Спиритом, но когда в пике есть Снайпер, все меняется. Два килла уже у Снайпера. Он забрал Феррс Блад. Сейчас ему достается еще один фраг. У него Крипстат абсолютно такой же. Но сейчас, я думаю, Снайпер здесь себе может принести нормально. Да, он несет себе сапог пока что. Есть у него четвертый левел. У Шторма четвертого пока что нет. Но Снайпер-то сейчас посильнее явно. То есть его не прохарасить никаким образом реминантами. И сам он тебя настреливает больно. Еще и Шрапнель. Да, он при этом понимает то, что руны ему сейчас не нужны. У него высокий ман-реген благодаря Аквиле. При этом Шрапнель стоит очень мало. Поэтому единственное, что надо, это успевать догонять Шторма под Шрапнель и убивать. Берет сапог. Ну и Физы, наверное, будут. Тут с Физами вообще будет тяжко. А Фейт тем временем погибает у нас на верхней линии. Феникс делает фраг. Стоя один в два. Нападение на Феникса. Сларк. И неужели не добьет? Да, судя по всему, не добивает. Нету сапога и за Фениксом не угнаться. У Феникса уже транквилы. Вот это начало от Ехом. Здесь Айджи фидонят. Фидонят самым жестким образом. Причем у них Спиритбрекер пока что особо экспириенсов арма не получает. У Шторма на миде проблемы. С верхней линией тоже проблемы. Здесь уже Феникс с четвертым левелом. Отсюда просто ушел Тренд, посмотрев на это. Он увидел, что у Феникса четвертый левел. Феникс спокойно разбирается с Рубиком один на один за счет своих спелов. Тренд уходит. Стакает лес для того же Снайпера. Ну, для кого угодно. Да, вот это проблемки у нас от Инвиктус Гейминг. И они решают, пора что-то менять. Выходит Чен. А где его крит? Ну, самое время Чену подключать в свою группу, потому что пока он ровным счетом не сделал ничего. Идут вниз на Джиггернаута с Леоном. Вот такой себе он сейчас, по-моему, спалил. Он спалился. Потому что смог ганг. Он взял руну. Да, вот кликает на Слеон. И Снайпер теперь будет чувствовать себя в безопасности. Причем ему эта руна не особо была нужна. То есть вот он и взял. А он, по-моему, и так был флой. Подходит сюда DDC. Да, DDC теперь он защищает. Они знают, что ребята здесь. Снайпер может уже кидать Шрапнель. Уже кидают Снайперу Армор. И вот он, ганг. Вот это ганг. Просто фантастика. Бежит сюда Спирит Брейкер. Но, по-моему, Снайпер не остановить. Он дает ультимейт. И попадает минус Робик. Тем временем падает еще и Чен от Рент Протектора. 6-0. Ганг просто ужасный получился. Причем, кстати говоря, Чуан еще... Вот за Чуаном не первый раз, вспоминаю, Бернинга забирает сверху Феникс. Ой-ой-ой. Что творится? За Чуаном не первый раз вижу эту ошибку. У него реально есть какие-то проблемы со спаунбоксами. Потому что опять он поставил Сентряк уже в который раз. И в прошлом году это было. И забанил себе же собственный спаун. Смысл в этом Сентряке вообще отсутствует. В итоге 7-0. Сверху Феникс в одиночку месит линию. Саппорты ничего не смогли сделать. Их убили. Спирит Брейкер без фарма. И на миде Феррари просто уходит в лес. Потому что Снайпер уже имеет почти 7-й левел. Ну вот он ПТ себе взял вместо фейзов. Но на самом деле все равно жестко. Потому что ПТ дает ему тоже атаку. Дает ему еще больше мувспида. Чем обычный сапог. Статы хорошие. Да. И выход. Выход от Тринта на Феррари. У Феррари еще ничего нет. Просто Лич Сид. Шрапнель. А нет. У Феррари есть ульта. Он получил ее. Подошел получить ульту. Это спасло ему жизнь. В любом случае тяжелая ситуация. Да. Но знаешь. Если и эту игру IG потащат. Это будет что-то фантастическое. Потому что пока что жесть. Я просто даже не вижу. Не вижу. Что вот они могут сделать. У них очень низко в уровне чен получается. То есть саппорты гангуют с трудом с большим. При том что все линии проиграны. И сделать на этих линиях что-то тяжеловато. Здесь уже у Феникса яйцо. Он кинет свои спириты, повесит яйцо. И убьет тебя в ответку. На нижней линии спиритбрекер тоже. Он с третьим левелом, с сапогом. Никуда не может ворваться. Тут уже у снайпера ТП, ПТ, Аквила и Стик. Такого снайпера попробуй убей. Ну как бы это смешно не звучало. Они в один момент могут просто пойти вместе. И первое место куда они могут пойти это Рошан. На Рошане они естественно сделают очень много полезного. Поскольку у них есть ауры. Ну а Чена там какой-нибудь волчара возьмет себе. Потом еще урсу и будет нападать. Потому что пока в замесе им не вариант фармить. Так получается то что у них жадность она играет им в минус. Вот Сларк например на фрифарме. У него только сапог. Боттл и все. Больше у него ничего нет. Вот он керриет с твоей легкой линии. А у Феникса уже транквилы. Уже есть урна. И он потихонечку по ходу двигается в фасмиказм. Уже задел на то что ребята собираются давить. Выход в мид. Выход в мид на инфлейма. Но боятся. Он шарит. Смотри он просто зашел. Почекал. Понял что раз уж никого нет у Сларка. То значит они по любому бегают где-то. И вот этот вард. Он спалил всю контору. Он просто показывает что никто не фармит лес. Вообще никто не фармит лес. И в итоге а че бы побыть осторожным мне. И тут DDC молодец кстати. Он все это время стоит и просто защищает снайпер. В итоге Чен. Как бы он не хотел быть полезным. Пока он только 4 левел. И он даже ничего не выформил. Вот тот же Леон 5 левела. Тот же Трен 4 левела. И при этом Леон защищает еще всю карту своими арморами. В результате чего Феникс перекресил Сларка. И снизу Леон не дает братруму подойти. Хомы тащат. И выход сейчас в надежде что-то сделать здесь Джаггером. Но Джаггер не так прост. Разгон успевает включить Блэйд Фьюри. Делает телепорт. И великолепная игра. Могут подцепить саппорта. Но получает Хекс. Феникс телепортируется. Снайпер уже здесь. Феникс летит. И это минус 1. Это минус 2. Ульта снайпера пошла. Даже не долетает. Ротикей забирает фраг. Вот это да. Минус вышка. Никого не потеряли. 9-0 ведут у нас Ехом. Вот о чем я, собственно, говорил. Что Ехом, когда у них получается, они могут. Ну и совершенно ничего не получается у АйДжи. Чен не знает, что ему делать. У него всего 5-й левел. В то время как у Леона уже почти 6-й. Ситуация абсолютно паранормальная. Более того, у Трентан и Творс практически такой же. То есть Чен не выформил ни левела, ни преимущества для своей команды. Ничего. Во. И Ехомы просто идут и давят. А с этим АйДжи поделать что-то очень тяжело. Просто снайпер может с черепашей скоростью расстрелять с этого раз спокойно. Ну сейчас проблема основная это про Трент. Как бы это смешно не звучало, но Трент меняет все планы. Так, у нас нападение на Феррари. Феррари у нас пока, говорит, на всякий репух и Твор постепенно забирает. Проблема, ну, во-первых, у Трента две фишечки. Он будет защищать все свои товара и такие герои убивают товара слишком долго. То есть это нереально. И второй минус в том, что единственный, кто может убивать сейчас героев под армором, это Сларк. Но Сларк ему нужно время на раскачку. Поэтому я верю в то, что Бернинг сейчас не будет делать никаких фаст-миддосов, а возьмет какой-то себе ПТ, может быть, брасер, и пойдет гангать со своей командой. Оставляя там фарм кому угодно. Иначе сейчас упадет все. Да, тут вот с черепашей с той самой скоростью ломают, и нужно как-то врываться. Но у Феникса яйцо, у Феникса восьмой левел. У Шторма при этом тоже восьмой, но Феникс-то с Фениксом команда. У Тринта почти шестой, у Леона уже шестой. Рубик на третьем левеле бегает, не знает, куда ему вообще приткнуться. Ну и что? И в итоге у нас сломают тавр и быстренько отходят. Минус тавр, профит, и разошлись. Сларк. Сларк играет без третьего спыла вообще в этот раз. Пытался забрать баунтиру, но надо валить. Вот такое вот. Вот что он творит, смотри, Бернинг. Наглость. Ой-ой-ой, Сларк. Ну здесь могли на самом деле подцепить, будет чуть их побольше, но просто идут Ехом ломать тавра дальше. Еще штука в том, что у Айджи такой пик, который даже если он попытается посплитить, он так медленно фармит, что он ничего не успевает вынести, пока вот даже так медленно ломают тавра Ехом. И плюс он ничего не успеет, конечно же, разменять по вышкам, потому что есть Ливенгармор. То есть на линиях в лесу ты еще, может быть, что-то и пофармишь, хотя навряд ли. Ну есть Чен. Вот Чен может набрать панду, крипов и пойти ломать хоть что-то. Волк Урса. Выходит в мид. Волк Урса и Кобальт. 15% скорости бега, лесок там 12, потом скорость атаки, демедж, и можно делать хоть что-то в этой игре. Сларка ловит, нет у него ульта. И, по-моему, Бернинг здесь просто заехал. Да, пошел ульчена, лазер, Бернинг, нужно прыгать, Бернинг уходит, начинает регениться, светит, пытается светить его Феникс. Феникс видит, откатила ульта, снайпер уже, снайпер в инвизии Тринта, повешено солнышко и Сларк уходит. Бернинг красава, замансовал здесь. Однако у Тринта есть ультимейт, он всех прикапывает, Феникс дает фаер спиритов. Тринта попытка забрать, но он вытанковывает как только может. Снайпер продолжает расстреливать. Отличный санрей от Феникса по всем героям. В итоге, снайпер минусует Рубика. Попытка забрать снайпера как основного ДПСера, но снайпер убивает всех. Подходит сюда Джиггернаут, минус Чен, это минус 4. И только Сларк выживает. Забрали одного снайпера. Боже мой, какая драка. Ну, Ротики сыграл потрясающе в этой драке. Он там столько захилил и столько надамажил своим лазером первого уровня даже. Да, еще очень хорошо сыграл Бернинг. Я считал, я думал, что IG убегут после того, как Бернинг у нас спасся, но по шансам. Да, Бернинг просто времени много выиграл очень. Ну да, просто я не понимаю, почему Айзи идут драться. Я стараюсь понять, зачем они это делают. Они 10 тысяч голды проигрывают и еще сверху 4 тысячи XP. Все герои бьют с руки, нюков нет вообще. Вот есть только нюк Рубика. То есть ты можешь как-то круто кинуть там нюк Рубика по всем. Но больше тебе кидать нечего. Ради что Ремнант Шторма и Дарпак Сларка. И в итоге идет размен. Учитывая, что там уже хорошие артефакты. Вот мы видим у снайпера барабаны. Кстати, оцени. Такой боевой билд. Чигерна вот у нас уже с масочкой и фрезами. Надо сплитать. Сплитпуш, ребятки. Где сплитпуш, хваленый? Что по графику? 10к за 12 минут. Да, это та самая игра. Та самая осторожная игра в предыдущей игре. Где она, ребятки? Давайте, давайте. Показывайте дальше на мастер-класс. Что за дела? И вот они, кстати. Сплитпуш пошел. Братрум перетянулся вниз. Рубиком. Кстати, первый братрум, который купил топорик. Респектирую ему. Учитывая, что у него весь ДПС вот именно с руки. Это вообще топ-итем для коровы. Так, сплитпуш закончился. Тренд нашел корову. Дает лещ сид. Прикапывает. Ну, нужно бежать. Неплохо он его бьет. Слушай, просто в одиночку. Чего он не бежит никуда? Не знаю. Ну, в итоге никуда он не убежал. Просто забирают сплитбрейкера сплитпуш. Чего он не ультил в ответ тому же Тренту, который бил его под 110 с руки? Да. Ну, знаешь, ты встречаешь саппорта, он тебя бьет. Ты ждешь. Главное, сейчас пройдут корни и все. А там ему Трент протектор один. Полстолба снес. Быстро объяснил. Так, и посмотрим дальше. Как играют IG в ситуации, когда им нужно. Когда они не нафармили голды в начале игры. Когда они не фармили голды в начале игры, они дальше что делают? Они дальше продолжают заниматься необычными вещами. Вот Чего он, допустим, подошел вниз. Тут те времена слаг забрал руну. Чего он подошел вниз, взял крипов. Ага, привел сову на дефон. Смотри, сова. Нужно занять позицию для совы. Сова, чтобы занять позицию, забегает в кустик. И сейчас будет кидать торнадо. Палевная торнадо. Снайпер может кинуть шерапнель и увидеть. Но, кстати, работает. Смотри, Чего не отрабатывает. Пока Чего не отрабатывает, тут Джиггернаут. Нашел Шторма. Нашел Братрума. И Старка. Дает свой ультимейт. Чейн хилит. И Джаггеры забрали. Сплитпуш работает, Васса. Да, Джаггер хорошо. Так, подставился. В итоге его забирают. Смотря на его второго левела Омнислэш. Но все-таки трех героев зарубить он не смог. Хороший фраг получается из-за Джиггернаута. Мы видим, получили довольно-таки много голды. Савух спасается чудом. Нет, Савух умер, Волк. Его от ран, видимо, от кровопотери уже скончался. Когда его затпшили. Рубик путает кнопки. Жмет тп вместо того, чтобы поставить вард. Ну и как-то чуть подсбавили обороты Ехом. На самом деле. Это может быть не очень приятно для них. Потому что соперник начинает фармить. Тут Феррари потихонечку... Ну, конечно, тяжелая ситуация у Айджи. Феррари 0.4 на шторме. Давненько таких штормов мы от него не видели. 0.1 у Бёрдинга. Он тоже ничего не сделал. Но вот есть у него ПТ-шка разве что. И на этом все. Ну и Рубик пытается взять себе шестой левел. Выходит, выходит Ехоум. А что они не хотят просто пойти и давить товара по-прежнему? Вроде как контрадицировать тяжело. Я честно говоря, я не знаю, почему команда, когда, знаешь, она забрала один тауэр, забрала второй тауэр и может пойти забрать еще три ТВРа, как в свое время делали многие агрессивные команды, почему она стоит и смотрит на все это. Я не знаю. Почему они все ушли фармить? Тут просто у соперника Чен. Ты как бы... Он тебя вряд ли пересплитит в такой ситуации. Драться в лоб, даже учитывая, что там Чен, айджи, ой, да, айджи, айджи сложновато. Выходит на спиритбрейкера, начинает его бить, дает овергросс, спиритбрейкер смотрит на все это печальными глазами, дает ультимейт и забирает тренд. Захиливается Феникс здесь же, вешается солнышко, Сларк пытается убить снайпера, но это слишком тяжело. Трента забрали, шторм уходит, Сларк отступает под инвизом. Компадруна инвиза прожимает зачем-то первый спелл, выходит из инвиза, получает ультснайпера и умирает. Зачем Бёрнинг выходил из инвиза, я не понимаю, но в итоге получился размен 2 в 1, трента разменяли на двух героев. И начинают бить вышку. Ну вот, собственно, отличный выход. Чен, тем временем, в смоках пытается кого-то загангать в одиночку, это слишком тяжелая задача в данной ситуации. Ну и падает вышечка снизу. Все-таки своего добились, Ехо. А как все просто-то? Все очень просто, да. Курьер. Курьера подрезал Чен. Че он сейчас за это поплатится? Ганг в смоках окупился. Ну, пока непонятно. Пока... Вот он оставляет крипов. Крипы Чена, нет. Даже крипы Чена не поплатили. Да, есть ТП все равно, и есть еще ульта, можно захилить. Ну, на самом деле, неплохо. Он выбил Мекку сейчас из соперника. Но даже учитывая, что нету Мекки, все равно очень здорово себя ощущает у нас Ехоум. Хотя, Сларк делает правильный выбор. Он понимает, что нужно паковаться на статы, иначе здесь никак. Потому что, если Ехоум не пойдут, да, шансы есть. Но, если-то они пойдут, и ты запакован не на статы, шансов-то никаких не будет. Соответственно, нужно обязательно что-то впаковывать на жир. Впаковывает барабаны. Ехоум выходит потихоньку по Миду. Но, ключевое слово здесь, на самом деле, потихоньку. Потихоньку. Джаггерманта. Леон Блинк. Джаггерманта, Леон Блинк, и через 3 минуты, даже через 2 минуты, Феникс удалетит его Мека, убитая в Курьере. По-моему, очень неплохо. И ходит ДДС в Инвизе. ДДС ходит, смотрит, ставит варды. Что у нас по графикам? По графикам у нас... Выровнялся, стабилизировалась. То есть, Ехоум не хотят закреплять свои преимущества. ДДС почти забрал Курьера, но он успел убежать. Где-то ходится в Инвизе дальше. По графикам просто все ровно. И если это будет продолжаться, то IG могут вырулить вообще катку легко. Нашли. Он просто забыл, что Инвиз может кончиться. Вышел из Инвиза. Смотрел на Курьера, улетающего в лес и умер. Да, вот это момент. Крепы Чена с мячем занимаются. Чен ультует. Зачем-то. А, нападение на Фейта. Ланэм напал на Фейта, но шикарный хил Чена спасает ситуацию. Фейт выживает. Крепы Чена также у нас выживают. Они прячутся в лесу. Урса, кентавр и тролль. Это сплитпуш знаменитый. Феникс пошел в атаку. Вернинг на развороте. Разводит на ультимейт. Но, кажется, развели его самого. О-о-о-о! Хладно действует Берник. Еще забежал в яйцо. И все. Берник погиб. Но на ультимейт он развел. В принципе, свою миссию выполнил. Ну да, вот теперь ты видишь, что происходит в игре, когда IG отпикнули. Ну не отпикнули, я скажу так. Переставили линии. Они начинают творить полный трэш. То есть, если, допустим, у китайцев что-то пойдет не по плану, как правило, начинается вот такое. То есть, Берник просто нападает в центре. Вот стоит в пианик, с которого он, в принципе, не убивает. Тут еще может быть много героев. И вообще позиция хорошая, да? Своих героев много. Все видно, что у вага на карте происходит. Естественно, помощь можно ждать. Вража близко. И в итоге он погиб. Как только, так сразу. И вот коровка, смотри. Вот коровка, вот коровка самая умная, самая мудрая, самая прекрасная. Только жальманы у нее не хватает. Вот она, она понимает, куда надо идти. Она идет в самое безопасное место на этой карте. Это вражеский лес. Ну и тут сейчас ему подзарвут, по-моему. Да, да, да. Вот крепы спалили. Спалили коровку. Коровка, ну да, дальше фармит. Вот дальше, мы не прикалывались над этим хин, но в один момент он реально показал уровень. Включил мопчик. Он, в принципе, сейчас его тоже показывал, если бы сразу сделал тп-аут, ну ладно. Он хотя бы... Он бы не ушел, он мог убежать, но он включил мопчик и потратил последнюю ману, и не убежал. Короче, он сплитит грамотно, да? Так, и тем временем Нашли Ротикея Ротикея нашли, поднимают воздух Хекс, станчик кентавра Имеется, внезапно появляется Джиггернаут с нижней руны И Чуан приплывает первый Фейт, попытка сделать телепорт Получает стан от Леона Как они могли здесь оказаться? Сейчас думаю, Чуан и Рубик Они же только совсем недавно были вот здесь Вот вчетвером И Крепычена поджариваются Поджариваются Крепычена Хорошо прожаренный тролль Полезное диетическое мясо Троллиное Ну и Бернинг на это все смотрит И понимает, что в этой игре Он не сможет так выйти, как в прошлой И просто месить А для Бернинга это печальная ситуация Бернинг понимает Такую вещь, что когда у тебя 6000 нитворса А у Джиггера 12000 нитворса Вместо того, чтобы нападать на центральный тавер Лучше всего пойти подфармить Еще немного А то это совсем Разводить Феникса на ультимейт Да, разводить Феникса на ультимейт не вряд Ну, собственно Собственно, Ротикейп отпушивает мид Последняя вышка наверху осталась И у нас Феррари дисконнектнулся Очень хорошие артефакты Очень большое преимущество То есть две манты Манты на Джиггернауте, манты на Снайпере Это все очень хорошо поможет в Пуше Своими иллюзиями там потихонечку Колупать От Пуши-то нету у Айджи Крови Фейтболта никакого? Вообще никакого нет от Пуши Вообще? Ну, может ворваться слар И Ехо может не догадываться об этом Но я слышал Можно пойти забрать Т2Тауа сверху Если у тебя уже 7500 XP И 14000 Голды Можно пойти забрать Рошана В принципе Потому что у Айджи нет ничего такого опасного Что способно зайти вот сюда И там какой-нибудь Приверс Полярити Блэкхол Энигмы Нету таких Скиллов у ребят Неужели? Слушай, смотри И походу подслушивает Ну, тут Ротикей Соло его Затащит Ротикей? Ой, Зив, конечно же Зив, да Ротикей Разгон Да, разгон Санрей Джиггернаут бежит Так уже убежает Чуанов жертву Чуанов жертву Да, Джиггернаут понимает Что надо подождать Теперь это как прыгнуть Как-то нормально Чем втанковал-то Почти весь у меня слэш Неплохо Но все равно он мертв И ничего не могут сделать по-прежнему Хотя сплитпушит у нас Бернинг У Бернинга мы видим 2000 есть Не знаю, что он на эти деньги купит И Юхом решают, что не нужно им никакого Рошана Хотим здесь и сейчас Ну и на самом деле правильно Они решают-то Потому что это действительно Это очень просто будет сейчас напасть Снайпер будет стоять и просто стрелять Чего бояться? Вот я даже не могу представить Чего им в такой ситуации бояться Вообще Какой герой здесь может что-то перевернуть? Сейчас посмотрим Саня, походу, задаются все запросы Ребят, да ладно У нас есть Джиггернаут У него есть палочка Мы можем подойти, побить снайпером с 950 РНЖ Да, можем подойти, побить снайпером с 950 РНЖ И нас в итоге может похилить Феникс Нас может похилить Джиггернаут Тренд протектор нас может похилить И давайте мы используем силу наших обелок В итоге смотри IG смотрит Бернинг говорит, давай Феррари прыгай А Феррари такой, не-е-е Давай ты прыгай Бернинг Они такие, опа, минус барак Она такая, ну надо же прыгать, ребята Я думаю, сейчас какая-то короба бежит Сейчас Хи приносит в жертву Хи уже в позиции Она говорит, ну давай Хи Ты, ты пошел, давай инициируй В итоге никто не соинициировал Никто даже не попробовал подраться И параки упали Да, кстати, говорят, что не может Спиритбрекер бежать в корнях Ну, кстати, это довольно-таки логично И на самом деле в этой игре Не суть важно Тут убежал бы он, не убежал Крипов Чена нужно срочно телепортировать Срочно Телепортируется тролль Ну смотри И теперь самое главное для Ихом Когда они подошли и забрали сторону Не разъединяться Что делает Инфлейм Он, естественно, пошел фармить Вместо того, чтобы пойти вместе Забрать тавер сверху Или пойти надавить на низ Пойти напасть на Рошана Давайте сделаем игру интереснее Давайте опять разойдемся по одному Ну, решим, что вот то, что произошло у нас Последние две минуты Это было чудо То есть во второй раз так по-любому не получится Когда ты уже забрал бараки И время разделиться Все разделились Вот, чувствуешь? Чувствуешь, какая? Ну, я думаю, что здесь эта ошибка, конечно, существенная Но на игру она не должна сильно повлиять Если дальше делиться не будет Сларк нападает на Феликса Ну, смотри, уже Сларк находит Арутикея Там еще где-то бегает, что он спирит Который смотрит за этой ситуацией Понимает, что ни в коем случае нападать не надо Врывается сюда Аланэ Не дает ни хекс, ни стана, ничего Арутикея говорит Ну, иди в задницу Я этого Бернинга буду соло убивать В итоге находит Бернинга Джиггернаут Кастует Момчик Убивает Бернинга Так нормально Ультимейт Чена немножко поздновато Крипов спасает Но один крип все-таки умирает Да, здесь слишком большой перефарм уже Несмотря на этот фраг на Снайпере Вот Снайпер вышел только что Пошел фармить нижнюю линию Опять он немножко рискует Подходит сюда Рубик и Феррари Нападение Но тут же сейв телепорт Есть Шрапнель Кидает ее Как же долго летит сюда Чен Успевает захексить Феррари Инфлейм Вязать стики Живет Инфлейм У Феррари очень мало маны Феррари уходит Да, Снайпер чуть был опять не встрял Но Феникс подходит У Феррари большие проблемы Феррари уходит на телепорте Рубик также отступает без маны В этот момент ДДС и Зив бьют Рошана вдвоем ДДС выходит Видит Рубика Но Рубик кидает под себя Шрапнель И отступает Даже не под себя Он кинул вот сюда И Чен продолжает сплитпушить Мне кажется крипы Чена Это единственные вообще юниты Которые сейчас полезные действия могут Это единственные игроки Которые приносят пользу Потому что они действительно сплитят И могут телепортироваться Ну Снайпер в итоге подбирает Аегис Как самая хлипкая Но одной из самых ДПСящих Звеньев И пошел выход по нижней стороне Сверху падает вышка Но на нее на самом деле Наплевать В такой ситуации Да Санрей Феникса Сбивают Вард И пошли атаковать Джаггер уже в позиции Снайпер покупает Дизоль Отличный артефакт Для того чтобы спушивать ТВРа Ну и врыв Тренд покупает Блинк Спирит Брейкер Да Ну тут артефактов вообще нету Прямо вот вообще нету Ворует что там Ворует Флейминг Спиритс Файер Спиритс Файер Спиритс Своровал Неплохо Может помешать сейчас Ну вот она Прилетит Курьер С Дезолятором Прилетит Курочка Будет получше Ой Хи застрял Хи застрял У него нет разгона Ему дают ультимейт Он теряет Треть КП Феррари И Трендс Блинка Привязывает Хи Феррари также Остается на месте Но в итоге Спасается Ну сейчас будем смотреть Как вторая сторона падает Да для Ихом Это будет важнейшей победой Набрать очки В игре против Айджи Это шанс Это шанс Что они теперь Смогут обогнать Цедак Мы еще посмотрим Конечно Как Цедак себя там покажет Ой как же больно Думажет снайпер с Дезолятором Слушай я так давно не видел Этот билд Что на самом деле Забыл как же это больно Минус 2 Шторм врывается Видит ДДС Нет не видит ДДС Юзается монта Снайпер стреляет по Чену Минус Чен Продолжает снайпер Бомбить дальше И что он пишет Ну вот как все просто Могло быть Да Что-то какие-то Две Игры в одну калитку Мы наблюдали Причем сначала Айджи Развалили Ихом А потом Ихом Развалили Ихи Это китайская Дота И честно говоря Вот в такие моменты Жалею что Бо 2 Потому что ни черта Непонятно Кто из них в итоге Сильнее Но мы видим Что Айджи Не так уж непобедимы Просто в мясо Ну просто выигранная линия То есть мало того Чтоб отфидели на старте Потом ничего Не придумали против Даблы И считаю что Чену Нужно было сейвить С Осларкой И давать ему фрифарм И при этом Провал в меде Снайпер опять пришел И выиграл в мясину линию То есть Ну потом преимущество Пошли и закрепили Айджи вместо того Чтоб сплитпушить Гангать И где-то какие-то вещи Они вместо этого Просто шли Как вот мы видели Бернинг в меде И нападали на Феник Под Тауэром В одиночку Погибали Поэтому Видно что они Не роботы Не роботы Могут дать слабину И их легко Легко раскатать Ну что ж Это у нас Первая игра на сегодня Вторая игра По расписанию Hyper Glory Team Против Цедек Начнется она Буквально через 20 минут Ну и Вроде как Эта игра должна состояться По расписанию Я во всяком случае Надеюсь Я вижу что никаких матчей У этих команд нет Пересекающихся На других лигах Уйдем на небольшой перерыв И вернемся к вам Ко второй игре Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok